Привет дорогие мои друзья, пришел с почты, забрал там ZigBee выключатель на Динрейку. Думаю это отличный повод рассказать вам про Home Assistant, к тому же давно хотел это сделать. Начнем с чистой установки, добавим в Home Assistant несколько устройств, созадим сценарий и применим все это на практике. Это ZigBee выключатель фирмы Tuya, несмотря на то что он внешне похож на автомат, защиты потоку тут нет. Он может только замыкать и размыкать цепь. Тут на картинке нарисовано, они есть поуже и в 2 раза шире на 40 и 63 ампер. Я заказал версию на 40 ампер, вверху у нас вход 220 вольт, внизу выход. На лицевой панели кнопка для ручного включения и отключения и индикатор ZigBee сигнала. Удерживая кнопку 10 секунд устройство переходит в режим подключения, тут внизу даже мелким шрифтом это написано. Собирая систему умного дома, старайтесь подбирать устройства, чтобы они работали по протоколу ZigBee, желательно не Wi-Fi. Если уже есть много Wi-Fi устройств, то Home Assistant их тоже можно подключить, но беспроводные устройства по протоколу ZigBee работают стабильнее и в подключении гораздо проще. Сами увидите и поймете сейчас. В этом устройстве энергомониторинга нет, но есть такие же с энергомониторингом. Я вам ссылочку на них также оставлю в описании под этим видео. В одном из прошлых видео на канале я показывал, как установить Home Assistant на мини-компьютер KHADAS VIM4. По аналогии вы можете установить Home Assistant на любой одноплатный компьютер, либо мини-компьютер. Можно даже на ТВ-приставку. Если просто хотите поразбираться, виртуальная машина под Windows устанавливайте туда и тоже будет работать. Наша задача сейчас сделать так, чтобы одноплатный компьютер, минуя всяческие китайские сервера, напрямую по ZigBee управлял включением-выключением нашего свежераспакованного выключателя. Это второе по важности устройство после самого сервера Home Assistant. USB 3.0 ZigBee Dongle от Sonoff. Через него все ZigBee устройства вашего умного дома будут общаться с сервером и исправно подчиняться командам. Вот так может выглядеть карта ZigBee устройств сети. Здесь ZigBee Dongle обозначен звездочкой, и как видите, не все устройства к нему подключены напрямую. Они могут создавать сеть между собой. Таким образом и покрытие увеличивается, и стабильность улучшается. Имейте в виду, что все эти подключения-переподключения происходят в режиме автоматическом, и вам об этом думать не нужно. А все, что нужно, это соединить ZigBee Dongle с сервером и выполнить небольшую настройку. Подключил монитор, чтобы вспомнить IP-адрес мини-компьютера. Его можно посмотреть здесь в интерфейсе, либо на вашем роутере. Ни монитор, ни клавиатура для работы сервера Home Assistant не нужны. Вот в таком виде он будет работать всегда. Все, что нужно, это Wi-Fi подключение. И обращаться к нему мы будем по IP-адресу. Вся конфигурация, настройка будет происходить через веб-интерфейс. Через двоеточие после IP-адреса указываем порт 8123, создаем нового пользователя и логинимся. Некоторые устройства в вашей локальной сети даже добавлять не нужно, сервер обнаружит их автоматически. У меня, например, это потолочный светильник E-Light. Вкладка «Обзор» через нее происходит управление всеми устройствами. Причем, если вашего устройства на этой вкладке нет, это не значит, что оно не подключено к серверу. Тут вы сами настраиваете все, как вам удобно, переходите в режим настройки и добавляете необходимую карточку. Например, вы можете выбрать карточку с названием «Кнопка» и добавить в нее, пускай в моем случае это будет «Потолочный светильник». Отредактировали интерфейс, добавили карточку, сохранились. Появилась большая кнопка, нажимая на нее, свет на потолке включается, выключается. Удалим и добавим это же устройство по-другому, через объект. Теперь это небольшая кнопка на полэкрана, а маленький объект. Провалившись в него, можем менять яркость, цветовую температуру, а также включать-выключать устройство. Это я вам показываю для того, чтобы хотя бы примерное понимание было того, как это все настраивается. Можно выбрать карточку «Объекты». Теперь у нас светильник поделился на основной свет и подсветку. Включать-выключать можно, даже не проваливаясь в карточку. Теперь идем в «Настройки», «Вкладочка дополнения». Установить нам здесь нужно из магазина дополнений «MQTT Mosquito Broker». Это мы уже делаем для того, чтобы ZigBee Dongle заработал. Устанавливаем и ставим галочки «Watchdog» и «Аптообновление». Нажимаем кнопочку «Запустить». Тут же в магазине дополнений в правом верхнем углу три точки «Репозитории» и добавляем репозиторию с GitHub. Ссылочку на нее я вам оставлю. Это ZigBee to MQTT. Вы просто скопируете ее, вставите сюда, нажмете «Добавить» и она добавится. Но может не появится. Если не появилась, почистите куки браузера или откройте через браузер от Microsoft, например. Вот так он выглядит. Add-on ZigBee to MQTT. Заходим в него, нажимаем «Установить». Включаем переключатели справа. И слева появляется пункт меню «ZigBee to MQTT». Отсюда мы будем добавлять и устанавливать новые устройства. В каких-то случаях донгл заводится уже после этих действий. Только нужно мини-компьютер перезагрузить. Если не завелся, заходим во вкладку «Конфигурация» и здесь нужно прописать USB-порт, в который устройство подключено. Возвращаемся в «Настройки», раздел «Система», вкладка «Оборудование». В правом верхнем углу три точки, все оборудование. И пишем тут «ZI», ну как бы начало ZigBee. В списке видим наш донгл, проваливаемся в него, чтобы посмотреть, куда же он подключен. Вот этот путь, который я выделил, нас интересует. Копируем его в буфер обмена. Закрываем, идем обратно в «Дополнение», «ZigBee to MQTT», вкладка «Конфигурация». Нажимаем и вписываем его вот сюда, «Сериал». Но не просто в таком виде, а дописываем сюда порт двойточия. И в MQTT вставляем «Base Topic» двойточия «Пробел ZigBee to MQTT». Сохраняемся теперь. Перезагружаем Home Assistant и идем на левой панели во вкладку «ZigBee to MQTT». И вот он, наш донгл, работает. Разрешаем подключение всех устройств. После этого устройство переводим в режим подключения. Индикатор ZigBee сигнала начинает моргать. Устройство подключается в Home Assistant. То есть неважно какой производитель, Туя, Санов, Сяоми, Акара, любое ZigBee устройство подключится таким образом. В свойствах устройства можем проверить, как оно работает. Включать, выключать его. Сейчас, послушайте, я буду мышкой нажимать, и выключатель будет срабатывать. Пользовательское название устройства – это набор цифр и букв. Поэтому, чтобы не запутаться, сразу же заходим сюда и переименовываем. Теперь добавим карточку во вкладке «Обзор», чтобы была возможность управлять устройством с главного экрана. А теперь у нас рубрика улучшений творческой студии. Идем в секретное место, где инструмент хранится. Тут у меня прописались два блока питания. Временно или постоянно, пока еще не знаю. Зигбир или Акара управляет включением-выключением этих блоков. И обратите внимание на то, как оно подключено. Устанавливается оно в разрыв кабеля. То есть для его работы не нужна отдельная линия. Подключается последовательно с нагрузкой. А значит, оно отлично подойдет для управления любым выключателем. Вот туда его и применим. На его место установил выключатель, который мы только что сконфигурировали. Теперь мы можем управлять основным светом при помощи этого выключателя. Интересно, что блоки питания эти разного напряжения. Один на 12 вольт, другой на 24. И оба они питают абсолютно одинаковые автомобильные фонари. Которые я уже много лет использую в качестве основного света для съемок видео. Работают они по принципу софтбокса. Свет отражается от белого потолка и равномерно рассеивается внизу. Надо было назвать этот переключатель не основной свет, а ремонт от застройщика. Потому что при активации мы видим все его косяки. На самом деле лампы очень яркие. И когда они включены на потолок, смотреть затруднительно. Косяков этих конечно же не видно. Но на камеру это выглядит действительно ужасно. Релеокара, которое мы только что сняли. И давайте прикрутим для управления вот этим вот светильником. Я вам его тоже в рубрике улучшений показывал. Сделаем так, чтобы можно было управлять через Home Assistant. Выключатель снизу я немножко кусачками покусал, чтобы он в реле не упирался. И кабели от него подключаются к разъемам S0, S1 на реле. Соответственно, L и L1 это кабели, которые ранее шли на выключатель. Очень простая установка. Вот так вот все это выглядит. Переводим в режим подключения. Также удержанием кнопки 10 секунд. Индикатор начинает моргать. И мы добавляем устройство. Точнее оно само автоматически добавляется. Обратите внимание, у нас даже иконка реле подгрузилась. То есть тут оно так же выглядит. И нам нужно его переименовать, чтобы не ошибиться, когда устройств будет много. Через приложение Home Assistant со смартфона можно делать практически все то же самое, что мы делали через веб-интерфейс. Тут реализовано полноценное управление. Редактируем вкладочку обзор. Выключатель у нас производитель Туя. Реле производителя Кара. А управляются из одного пункта меню. И если хотите, даже одним ползунком можно сразу оба выключать. Шикарнейший ремонт от застройщика вам показал. И, кстати, благодаря этому ремонту, сантиметр шпаклевки на стенах позволили установить реле в подстаканник даже без какой-либо доработки. Рядом с выключателем софтбокса есть еще один выключатель. Он включает свет в ванной комнате. Там внутри установлено такое же реле. И кнопочку я сделал так, чтобы выключатель можно было не разбирать. Она нажимается отверткой. Переводим реле в режим сопряжения. И добавляем через смартфон. Кстати, вот этот замок биометрический в ванную комнату, он тоже ZigBee. Его тоже можно добавить в Home Assistant. И запрограммировать, например, чтобы при открывании включался свет в ванной автоматически. Это маленькая ZigBee беспроводная кнопка Акара. Наверное, первая распакованная на YouTube. Очень давно у меня. Она всегда управляет освещением моего рабочего стола. Она много раз переезжала, и сейчас мы добавим ее в Home Assistant. То есть точно так же переводим ее в режим сопряжения. И она точно так же автоматически подключается, как любое другое устройство. Подтянулась иконка. И чтобы не запутаться, нам с вами устройство это также необходимо переименовать. Чтобы управлять светом посредством маленькой беспроводной кнопочки, необходимо создать первые простейшие автоматизации. В настройках для этого идем в раздел автоматизации сцены. Нажимаем плюсик в правом нижнем углу. Начать с ноля. В триггерах выбираем устройство. Соответственно, это наша кнопка. Она умеет реагировать на одинарное нажатие, двойное нажатие и тройное. В действиях выбираем устройство, которое кнопка будет включать либо выключать при одинарном нажатии. Пускай это будет основной свет. Выбираем переключить. То есть чтобы если оно включено, то выключалось. А если выключено, то наоборот включалось. Сохраняем автоматизацию, даем название, чтобы не запутаться. На двойной клик кнопки также создаем отдельную автоматизацию. Пускай она будет включать нашу лучевую лампу. А тройное нажатие пускай управляет потолочным светильником E-Lite. Свет ванной на нее не будем назначать. Кнопка эта лежит в ящике стола и нужна она для управления съемочным светом. Вот так вот мы с вами потихонечку родной китайский Xiaomi сервак променяли на собственный. Теперь нам вообще не важно есть интернет, нет интернет. Главное чтобы мини компьютер был включен и все будет работать. Тройное нажатие выключает и включает светильник E-Lite. Двойное нажатие включает и выключает лучевую лампу. Тут при включении небольшая задержка, это из-за драйвера светодиода. А так реакция очень быстрая. Допустим я снял видео и собрался уходить из творческой студии. Мне надо все это световое многообразие выключить одним нажатием. Как же поступить? Используем для этих целей беспроводной ZigBee выключатель. Переводим его в режим сопряжения, подключаем к Home Assistant. Так и назовем устройство выключатель, потому что он будет выключать все. Создаем сценарий, где в триггерах указываем выключатель, одно нажатие, а в действиях все что он будет выключать с параметром выключить. Как мог, постарался сделать это видео максимально подробным и в то же время незатянутым. Поэтому если перематывали, посмотрите еще раз. По количеству лайков под этим видео пойму, стоит ли продолжать тему Home Assistant. Поэтому ставьте их обязательно. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. С вами был Александр. Добра вам всем желаем. Удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Home Assistant это гораздо проще, чем про него рассказывают. Субтитры подогнал «Симон»!